Наводнение, буря, тайны, ледников, подъем уровня моря. Капризы погоды уже не являются чем-то необычным. Они меняют нашу планету каждый день. Если мы научились руководить техническим прогрессом, то природа сама себе хозяйка. Единственное, что в наших силах – научиться прислушиваться к окружающему миру, грамотно прогнозировать экологические изменения и встречать их во всеоружии. В свое время были сгущены очень краски по мелиоративным воздействиям и так далее. Сейчас прошло время, можно оценить те или иные последствия, кто виноват, что было положительно, что было отрицательно, и исправить вот это идти по развитию уже в Минтарк. Потому что как бы мы не развивались, что бы мы не развивались, проблема обеспечения продовольствием и хорошей водой, питьевого качества – это проблема номер один. Дарья Шпока – студентка третьего курса факультета гидромиллиорации и водоснабжения. Занимается вопросами опасных метеорологических явлений на территории Беларуси. Интерес к данной проблематике дочери передала ее мама Ирина Шпока, которая сегодня является доцентом факультета. По словам Ирины, данная тема актуальна и сегодня. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что опасные явления участились. Если раньше мы могли наблюдать некоторые проявления в сельском хозяйстве, например, то сегодняшний день, особенно с 1988 года, когда наступил последний период потепления, мы можем с вами видеть, участились случаи засух. Линия прохождения шквалов, ливневых дождей, гроз сместилась ближе от Гродненской области в сторону Брестской области. Так как мы молодое поколение, это очень важно, то, что мы проводим исследования, чтобы это было в будущем, а не применялись. Мы постановим свои работы на разные конкурсы. Самым основным и важным конкурсом для студентов, это, наверное, выигрыш грант республиканский, то есть там будут средства на реализацию наших исследований. Сегодня на факультете гидромелиорации и водоснабжения, кроме экологических проблем, занимается разработка инженерных сооружений, которые обеспечивают функционирование города или сельской местности. Учитывая экологическую, а также строительную направленность деятельности факультета, было решено его переименовать. И уже в следующем году абитуриенты будут поступать на факультет инженерных систем и экологии. Академия